Научить говорить, писать и читать. Чувашский государственный педагогический университет открыл Центр изучения русского языка и культуры в Узбекистане. Сделать это удалось при поддержке Минпросвещения России в рамках реализации гранта по федеральной программе развития образования. Как проходит занятие для иностранных студентов и какие возможности откроются перед ними после завершения курсов, узнала моя коллега Дарья Паскарюк. Живой отклик аудитории, это куча вопросов, это диалог такой живой. Поэтому горящие глаза студентов это то, что, наверное, очень зарядило. Елена Данилова совсем недавно вернулась из Узбекистана. Там, в Антижанском государственном педагогическом институте, открылся Центр изучения русского языка и культуры имени академика Рао Геннадия Никандровича Волкова. По итогам трех онлайн-образовательных курсов от чувашских преподавателей студентов ждало тестирование, причем в вочном формате. За его уходом лично наблюдала Елена Данилова вместе с коллегами. Лучшие были отобраны на прохождение экзамена сертификационного, то есть на уровень Б1 русского как иностранный. 269 человек прошло обучение на наших онлайн-курсах и только 160 из них смогли пройти герценовское итоговое тестирование. Теперь у ребят есть специальный сертификат, удостоверяющий уровень владения русским языком в соответствии с общеевропейскими языковыми компетенциями. Документ необходим при получении российского гражданства, а также при поступлении в ВУЗа, приеме на работу. Открывать для студентов Узбекистана новые возможности помогают шесть преподавателей ЧГПУ имени Яковлева. В нашем центре работают специалисты в области преподавания русского языка как иностранного. Все прошли курсы повышения квалификации, все компетентны в этом вопросе. Кстати, центр изучения русского языка и культуры есть и в других странах. Например, в 2019 году такой открылся в Китае на базе Гуйджонского педуниверситета. В 2021 году в Кыргызстане в средней школе номер 32 города Ож. Как отметили в ректорате, очень важно взаимодействовать с зарубежными странами, где заинтересованы в подготовке кадров, владеющих русским языком. Наши преподаватели выезжают в эти центры, обучают русскому языку, проводят тестирование. И люди с удовольствием, каждым годом количество таких людей увеличивается. Это говорит о том, что наша работа востребована, интерес к русскому языку он есть. И, конечно же, для нас важно, что наши преподаватели, общаясь со студентами и гражданами других стран, получают обратную информацию, насколько мы нужны и наша культура интересна. Дарья Пасхарюк, Дмитрий Макаров, Вести, Чувашия.